Бывший начальник отдела полиции и адвокат отправлены в исправительные колонии по обвинениям в покушении на взяточничество и состоявшемся мошенничестве. Посрамил мундир 30-летний бывший капитан, который возглавлял отдел полиции номер 4. По данным следствия, офицер летом позапрошлого года решил небезвозмездно помочь задержанному закладчику наркотиков получить условный срок вместо реального. Молодой житель Тополева был пойман с 40 свертками синтетики и решение о возбуждении дела еще только принималось. В теории капитан действительно мог приложить руку к более мягкой квалификации дела не распространении наркотиков, а лишь их хранении. Офицер не поленился съездить к подозреваемому домой, дал ему телефон адвоката, который якобы решал такие дела. Защитник и сам в прошлом полицейский был хорошим знакомым начальника и фактически выступал в роли посредника взятки. Он запросил за свои услуги с подозреваемого 250 тысяч и еще 300 тысяч в качестве вознаграждения исполнителю. Обладая сведениями по материалу проверки о сбыте наркотиков, решил получить взятку в виде денег от заподозренного лица. Денежные средства должны были быть переданы за фальсификацию доказательств в целях последующего изменения квалификации преступления на менее тяжкую статью УК РФ. По средникам он предложил выступить знакомому адвокату, контакты которого передал будущему подозреваемому. В отношении последнего было возбуждено уголовное дело. Он обратился к адвокату, который и предложил передать должностному лицу взятку. Понимая незаконность требований, мужчина сообщил в УФСБ России по Хабаровскому краю. 28-летний адвокат был задержан в торговом центре «Стрелка» в кафе во время встречи со своим подопечным. К тому моменту он уже действовал под контролем сотрудников УФСБ. Как только денежная кукла оказалась в руках адвоката, на сцене появились оперативники. 28-летний фигурант сразу же пошел на сотрудничество. Он написал явку с повинной и способствовал расследованию. Начальник оказался решком покрепче. Он заявил, что на самом деле не собирался идти на подлог и денег бы не взял. Дружба адвоката с офицером проросла и в виде мошенничества. Руководитель отдела завышал трудозатраты своего сообщника. В тех случаях, когда он выступал в роли бесплатного адвоката от государства для задержанных. Постфактум такие услуги оплачиваются из бюджета МВД. В одном случае незаконно были получены 8 тысяч рублей. По другому подзащитному эта сумма составила уже 58 тысяч. Часть этих денег адвокат перевел на банковскую карту матери офицера. В последнем слове он был краток. Вину осознал уже, находясь на домашнем аресте полтора года. Готов к любому наказанию. Надеюсь на снисхождение. Бывший же начальник в своем последнем слове цитировал Булгакова и говорил, что никакой корысти в его действиях не было. Признал он лишь один факт завышения трудозатрат адвоката. И сказал, что эти деньги нужны были на канцелярские принадлежности для своих сотрудников. Смягчающим наказание обстоятельствами Жигалину суд учел признание вины в ходе предварительного и судебного следствия, явку с повиной, активность по собственной раскрытию и расследованию преступления, изобличение другого соучастника преступления, оказание материальной помощи близким родственникам, имеющим хронические заболевания, а также добровольное возмещение похищенных денежных средств управления Министерством внутренних дел Российской Федерации. Приговор таков. Адвоката отправили в колонию общего режима на 3,5 года. Бывший полицейский лишен свободы на 10 лет. Режим содержания строгий. С места происшествия Валентин Борозняк и Андрей Алферов.